2,5 миллиона перевел мошенником Саровчанин. Ему на стационарный телефон поступил звонок. Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на имя заявителя оформлена генеральная доверенность, и мошенники пытаются похитить его деньги. После чего с Саровчанином связались в мессенджере и убедились снять все средства со счетов в банке и перевести на предоставленный злоумышленниками счет. Введенный в заблуждение 62-летний мужчина, действуя по указанию мошенников, снял все денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах банков, и двумя транзакциями перевел их на предоставленную банковскую карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 КРФ «Мошенничество». Более одного миллиона рублей лишился и 69-летний Саровчанин. Мужчине в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился брокером валютной биржи, и предложил заработок путем инвестирования. В ходе разговора машинник убедил мужчину в эффективности и безопасности такого вида заработка. Саровчанин по указанию злоумышленника установил приложение, создал личный кабинет и осуществил первую сделку. Перевел 10 тысяч рублей. Спустя некоторое время получил прибыль – полторы тысячи рублей. И обратно свои 10. После проведенных удачных нескольких сделок Саровчанин повысил ставки и перевел сумму 990 тысяч рублей. Однако неизвестный сообщил о том, что произошел технический сбой, и для разморозки транзакции необходимо внести деньги вновь. Только тогда Саровчанин понял, что попал на уловки мошенников. Также возбуждено уголовное дело по статье 159 КРФ «Мошенничество». С мошенниками столкнулся и 45-летний Саровчанин, который пытался приобрести автомобильный двигатель через интернет. С ним связался неизвестный, представившись сотрудником одного из магазинов запчастей. Злоумышленник предложил Саровчанину оформить заказ на покупку двигателя стоимостью 143 тысячи рублей, предоставив договор купли-продажи и номер банковской карты для оплаты заказа. После того, как заказ был оплачен, Саровчанину сообщили о том, что оплата прошла успешно. Ожидайте свой заказ в течение трех недель. По истечении трехнедельного срока продавец перестал выходить на связь. Естественно, автомобильный двигатель адресатом был не получен. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Во избежание всегда покупайте на маркетплейсах только через корзину. Такие сделки торговые площадки могут отследить и в случае мошенничества помочь с решением проблемы. Не перечисляйте предоплату на карту или интернет-кошелек непроверенным продавцам. Если вы решились на это, обязательно проверьте рейтинг продавца и изучите отзывы о нем предыдущих покупателей. Лучше пользуйтесь курьерской доставкой, постоплатой или сервисом почтовых наложенных платежей.